Трёхэтажка на улице Шлякова, первый, пока единственный в городе дом, построенный по энергоэффективной технологии. Сегодня он полностью готов к эксплуатации. Новые квартиры сдаются под ключ, есть плита, установлена сантехника. А когда мы ключи вручаем? В принципе, на этом деле мы уже начинаем по тем квартирам, где у нас нет замечаний. В этот дом переедут жители близлежащих бараков, которые необходимо будет снести. На рабочем посёлке до конца года планируется снести первые шесть домов. Процедура, надо сказать, не дешёвая. Снос одного дома и вывоз строительного мусора обходится более чем в 2 миллиона рублей. Всего на этой территории за счёт вот этих сносимых домов, здесь строится только один шестиэтажный дом. Один вот здесь вот дом, и один вот здесь. Всё шестьэтажный, да? Да, и более. То есть всё. Остальное это благоустройство, площадки, в том числе на месте булавинских домов. А почему не входит? Не входит больше, да? Она не соответствует будет нормативам, если мы увеличим площадь жилья. В дома на улице Леонида Булавина жители уже потихонечку переселяются и обустраиваются там. Их нетерпение понятно. Слишком уж они устали жить в нечеловеческих условиях. Вы довольны? Нормально. Нормально? Нормально. Ну, немножко долго затянули, но ничего. Клубки хорошие, нормальные, нам нравится. Да? Ну, хорошо. Нормальная планировка, нормальная комната. Живите на здоровье. Подобные старые дома есть во всех микрорайонах Сергеева Посада. В рамках реализации программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья только в этом году жители Бараковскобянки и Клементьевки переселили в новые многоэтажки на Владимирской пограничной улицах. Готовы принять новоселов и три дома на рабочем поселке. Квартиры отдела наведутся работой по благоустройству придомовых территорий. Сергей Пахомов твердо заверил, что без устранения недоделок и недочетов строители с объектов не уйдут. В принципе, строители отработали качественно. То, что сегодня мы видим, где-то недокрашено, нет ручек на окнах, не хватает каких-то, может быть, аксессуаров, вещей, что-то сделано некачественно, какие-то мелочи. Кстати, строители все доделают, и мы планируем, что в ближайшие пару недель они с этих объектов уйдут. Сегодня мы примерно понимаем, имеем план действия на ближайшие три года, как все ветхие аварийные дома на рабочем поселке ликвидировать. Такая же ситуация у нас на Кременевке, такая же ситуация у нас на Скобянке. Есть несколько аварийных домов у нас на улице, таких же двухэтажных бараков, так называемых. Мы тоже будем заниматься. Ну и наш знаменитый, печально знаменитый дом на фабричной 4. Я надеюсь, что мы тоже к осени точку в этой работе поставим. Что касается первого в городе энергоэффективного дома, то глава района отметил, не стоит гнаться за новыми технологиями строительства. Важнее, чтобы жилье было построено в срок и качественно. Когда строители наши научатся все делать в быстрый, качественный срок и дешевый, тогда, наверное, придет время рассмотреть вопрос о полном переходе на такое строительство. Такое время придет. Еще раз повторю, ничего не стоит на месте. Это уже технологии будущего, которые сегодня уже применяются. Нам не надо отставать, я не надо этого бояться. Ирина Самойлова, Михаил Жучков, День города.